всем привет в этом небольшом видео я хотел бы показать еще один прекрасный инструмент который у нас доступен когда мы используем акку а именно конечные автоматы поскольку код я уже написал и писать лайв у меня нет особого желания поэтому план примерно такой а сперва покажу чего можно добиться и потом покажу код и выделю некие ключевые идеи которые нужны для понимания как построить конечный автомат используя акку я реализовал поверх тех приложений которые мы до этого использовали то есть когда мы строили сперва пинг-понг два приложения потом я переформатировал бэхэнд и фронт-энд сейчас я выйду только фронт-энд поскольку не захотел возюкаться еще отдельно с бэхэндом чтобы пересылать на бэхэнд доставать не хочу сделал в одном месте но взаимодействие с конечным автоматом я буду именно через http протокол то есть мы же написали уже сервер подняли этот веб-сервер http а куда подняли ну собственно с конечным автоматом я взаимодействую именно через http как вы видите уже отдается джейсон давайте я как мы видим актор при старте отпечатал что игра началась и название димы то есть мой путь гейм название игры и что я хочу сделать и мне возвращается некая базовое состояние игры в виде джейсона да я забыл еще сказать что за игра за игра будет тик так то или по-русски крестики нолики реализовал ее конечно не очень классно но как есть поля 9 полей то есть сперва 1 2 3 то есть вот так вот 1 2 3 потом 4 5 6 7 8 9 то есть сперва 1 строчка 2 строчка 3 строчка не стал я тут особо мучиться делать красивый вывод все же это джейсон по идее вот этот джейсон нужно передать фронт-энд части и там все хорошо отрисуют так это мы создали игру как мы видим плеер один у нас есть плеера 2 нет винера нет и это поле актив из этих ферст то есть активный первый игрок или активный второй игрок чтобы чередовать кто будет ходить плеер один или плеер два вот это у меня поле занято теперь давайте подключим второго игрока гейм название игры к слову я могу еще создать игру так вот у меня стартовала вторая игра она тоже в ожидании но я не буду ей пользоваться так ладно дальше поехали теперь я хочу подключиться к игре дима подключиться и подключиться игрок с именем южин и вот у меня вернулся южин чтобы посмотреть текущее состояние игры у меня вот есть такой узел то есть чек название игры и чек и как мы видим дима дима после того как первый игрок ну второй игрок подключиться игра сформируется по сути дела и вот это поле из актив ферст из актив ферст оно случайным образом выбирается то есть кто будет ходить первый игрок или второй игрок то есть я использую рэндом и так ну и теперь из актив ферст фэлс да то есть первый игрок сейчас не ходит не ходит то есть если первый игрок игра название игры имя игрока и поле 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 которое я хочу застолбить у меня здесь начинается с нуля до восьми да сколько девять клеточек у нас если я захочу сходить мне всегда возвращается окей когда я хочу сходить я не стал здесь делать дополнительных условий но если я сейчас посмотрю то у меня вот эти поля никак не изменятся поскольку как мы уже знаем ходить должен сперва второй игрок ну давайте кейм дима юджин и пусть она сходит на нижнюю правую клетку то есть на восьмерку то есть если один два три четыре пять шесть семь восемь девять ладно вот так вот ноль один два три четыре пять шесть семь восемь но так я уже забыл сходила юджин или не сходила нет не сходила окей вернулся мне опять окей давайте посмотрим состояние и вот нолик 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 дима сходил ноль текущее состояние то есть ходит второй игрок победителя все еще нет крестики нолики ну и давайте пусть юджин выиграет бинар определился игра закончилась и и в конце я еще поставил после того как игра закончится через пятнадцать секунд я перехожу в нос новое состояние игры закончена и после игра уничтожается я ее грубым образом уничтожил kill просто послал kill поэтому здесь мы видим error так у нас еще есть игра юджин ой игра мария вот игра мария пока игрок то есть первый игрок инициализирует игру и сразу занимает первое место ой вот это поле вот такой вот у меня способ взаимодействия существует то есть теоретически получается что люди могут сидеть где угодно это уже не принципиально к этой игре нужно лишь теперь подцепить красивый фронтенд чтобы вот это уродство джейсоновской которую у нас здесь есть убрать но принципиально все работает как мы видим я здесь к сожалению не стал фиксить такие проблемы то есть если я захочу например все же проверить состояние оградимых которые уже не существуют я жду ответа пять секунд и там internal error потому что time ask timeout exception эту проблему я уж не стал фиксить ладно теперь давайте посмотрим коду посмотрим код основной код основной код основной код первое что нужно определить это состояние да я кстати предполагаю что вы знакомы с концепцией что такое конечный автомат кто не знаком тот пускай идет и гуглит там ничего сложного нет хорошо первое что нужно нам для того чтобы создать актор который будет работать по принципу конечного автомата это состояние в которых он может существовать классический подход мы создаем какой-нибудь трейд и от него от него описываем все возможные состояния в которых у нас конечный автомат может находиться второе важное поле это нужно создать какой-нибудь класс который будет представлять собой данные которые мы будем перетаскивать с собой когда у нас меняется состояние ведь у нас обычно когда мы поменяли состояние меняется и состояние не всегда но когда мы состояние актора перешли в новое вот мы что-то добавляли например когда join да у нас обновлялось поле два а также из active first хорошо это первые два ключевых момента и третий ключевой момент это эвенты по которым актор переходит из одного состояния в другое то есть вот наш актор да мы в него мы в него мы в него посылаем какое-то сообщение я обычно их называют эвентами поэтому я здесь также создал трейд move event то есть какой ход и наследовался от него точно таким же образом как и здесь то есть какие мои ивенты я хочу подсоединиться я хочу сделать ход и я хочу посмотреть текущую ситуацию все состояние как мы видим здесь join ход 1 ходе 2 и конец игры теперь дальше поехали теперь сам актор здесь я в конструкторе как вижу передаю игрок 1 с тем умыслом чтобы дать имя дать имя как-то с именем связать актор и чтобы состояние плеера 1 было точно такое же как название игры хорошо остаемся от актора и подключаем fsm то есть finit стоит машин здесь нужно нам передать первым параметром game о не game а состояние в которых пребывает конечно автомат вторым параметром нужно передать тип данных которые мы передаем переходя из одного состояния в другое состояние сделали дальше дальше нам нужно каждый конечный автомат должен инициализироваться каким-то состоянием и какими-то начальными датами вы в принципе в принципе все последующие вот эти не совсем понятные функции просто посидите и проинспектируйте вот этот вот fsm там все вы найдете итак начинаем мы с начального состояния здесь мы описываем start with и просто передаем начальное состояние join и какое-то какие-то начальные данные для работы нашего конечного автомата дальше нам нужно описать что делает актор находясь в каждом конкретном состоянии например здесь используется when потом мы здесь пишем состояние в котором пребывает актор и дальше описываем ивенты которые мы принимаем то есть кейс ивент здесь пишем наш вот этот ивент библиотечный а вот этот ивент который наш потом и здесь всегда вторым параметром идет состояние данные 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 конечного автомата и общий принцип такое то есть мы когда вообще здесь очень удобно читать когда мы находимся в состоянии join если мы получаем ивент такой-то то мы делаем следующее действие ивент такой-то делаем следующее действие и для каждого состояния мы должны это дело описать теперь давайте рассмотрим чуть подробнее что какие варианты у нас могут здесь конечно же могут быть различные условия но я хотел бы сакцетировать на следующих часах если нам нужно перейти в новое состояние мы используем go to go to в какое состояние мы хотим перейти и к нему мы подцепляем данные либо новые данные либо те же самые самые данные если мы хотим остаться на месте то есть остаться в том же состоянии то мы используем stay то есть если мы хотим перейти в новое состояние мы используем go to название название состояние и подключаем к ним данные если они у нас изменились подключаем новое то есть как мы видим я здесь использую копию чтобы изменяем не изменяемость сохранять так хорошо вот вы описали все эти состояния все эти состояния описали следующая интересная вещь если вам нужно смотрите какие-то дополнительные действия которые совершаются при переходе то можно использовать on transition то есть и здесь так и здесь своеобразная функция которая переход из одного состояния в другое состояние то есть мне не важно здесь очень удобно что когда вам не важно из какого состояния в какое можно использовать нижнее подчеркнение то есть когда я перейду в game over game over то я отправлю сообщение через 10 секунд убей убей себя есть еще помимо on transition такая штука как on termination то есть если вы хотите каким-то образом обработать более корректный выход так это стандартный акторский при старт при стоп и это убогая функция которая проверяет winner то есть я тут руками все сделал не очень эффективно ну да ладно и в конце в конце самое важное нужно еще инициализироваться то есть наследуемся начальное состояние потом переписываем с помощью when что мы делаем на входящий ивент находясь в каком-то состоянии если нам нужно переходить в новое состояние мы используем готу и подцепляем данные через если мы остаемся мы используем stay здесь по моему также можно using то есть если вы хотите подцепить какие-то новые данные но остаться в том же самом состоянии такс если вам нужны какие-то дополнительные действия при переходе из одного состояния в другое используем onTransition case и здесь прямо описываем из какого если вам нужен общий используем нижнее подчеркивание и инициализация все достаточно просто и теперь давайте еще посмотрим как это реализовано как это реализовано в этом как это называется то а в html импортов как видим весьма много сделано такс поскольку я тут я аж наследуюсь от предыдущего приложения здесь некоторые вещи относятся к предыдущим идеям которые мы рассматривали нам нужен обязательно материалайзер диспетчер чтобы ждать ответы форматор чтобы преобразовывать вот гейм гейм дата в джейсон время ожидания на все у меня 5 секунд так это к предыдущему относилась так с пути и вот игра в принципе здесь ничего особенного могу лишь сказать еще я зачем-то pass prefix использовал пас префикс он для 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 организации более удобной организации путей которые используют которые один и тот же участок пути используют допустим гейм и дальше вам нужен тот путь используют пат это весь путь значит get путь сегмент стартую я просто создаю я еще обверну в try catch то есть если такой уже существовал бы то я отдаю вот такой вот ответ проверить состояние вот отсюда вынимаем имя да здесь 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 по-хорошему надо проверять что существует ли такой такая игра вообще или такой актор или обрабатывать то есть если мы не проверяем в принципе я напоминаю что или вы узнаете что что неважно существует актор или не существует отправить по такому пути сообщение мы всегда можем просто это попадет некорректные сообщения они попадут так называемые в dead letters в dead letters то есть мне нужно был бы вот тут вот когда я спрашиваю у возможного существующего актора вот этот момент как-то пофиксить ну ладно не стал я это делать чтобы код сильно не увеличился так join то есть опять я беру актор и подключаю второго игрока в запрашиваю в этом join join event move то есть здесь мне нужно передать имя игры игрока и шаг вернее какое поле я хочу занять ну и как мы видим я здесь сделал более просто то есть я не стал спрашивать а использовал более естественное общение tell к слову tell гораздо гораздо эффективнее по скорости чем спроси поэтому старайтесь спроси вообще редко использовать там разница очень большая к сожалению сейчас точно не могу сказать какая именно какой порядок но очень большая и все все очень просто то есть move join состояние то есть здесь я situation сообщение отдаю а здесь я сперва создаю актор и затем спрашиваю текущее состояние то есть базовое вот так вот очень просто можно организовать как мы видим конечный автомат и организовать как мы видим можно с помощью него например какие-нибудь пошаговые игры в частности мы тут реализовали тик-так-тое оно же оно же оно же как называется то это крестики нолики то есть в ситуациях когда нам нужно чтобы была очередность в ситуациях когда нам нужно чтобы состояние было различным в зависимости от наших потребностей мы можем эффективно превращать наши акторы в конечные автоматы на этом предлагаю закончить на этом time.